Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо и си человека любец. Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Христос воскресе из мертвых. Игнать Тихонович, молитесь. 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 Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Аминь. Внезапно судья приидет. И каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, всесвятая Троица. А ко многеру этой благости долго терпения не прогневался на меня ленивый и грешный. Коварищ, и не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбцово есть обычно. И в нечаянии лежащего возвиг мне есть. Воежеутрините, славословите державу Твою. И ныне, владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поучайтесь со словесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании сердечни. И воспевать и всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веково. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 32. Господа сотворенный небеса и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездных в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед ним все живущие во вселенной. Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь видеть всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великую силу и своею. Вот око Господне над боящимися его и уповающими на милость его, что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. А о нем веселится сердце наше. Ибо на святое имя его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами. Как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Благословлю Господа во всякое время. Хвалай ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною. И превознесем имя его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались. И лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал. И спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. И избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его. Ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо. Удерживай зык свой от зла, и уста свои от коварных речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников. И уши его квоплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывает праведное, и Господь слышит. И от всех скорбей их избавляет и их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет. Много скорбей у праведного. И от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его. Ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло. И ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих. И никто из уповающих на него не погибнет. Слава Цуи, Сыны, Святому Духу. И ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Многомилостивый и всемилостивый, Боже мой, Господь Иисус Христос. По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и незреченной в милости. Ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Тебя, от Твоей Слово Божьей руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши. Спеши. Я погибаю. Ты Бог мой, ащева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне, возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу. Во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставлю блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного. Не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом и молить за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помрощенного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я не ищи слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пресчастное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обраду на Марии, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод щрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, счастнага, животворящего Креста Господне, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное дару и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного родителей, и сродника благодетелей, метротополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, метрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилия, Неодора, метрополитов Тихона, Иллариона, Александра и весь священнический иноческий чин и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и наимдающего священника, рожденного свыше, которые благовестниками являются, и место для занятия. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было из чего уделять нуждающимся. Господи, преобразуй сердца в духовные, коснись их Владимира, Михаила, Джозеппе, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этих смутянов Алексея и Илью укроти, и покажи им ту бездну, куда не забрекают людей своими митингами, теряя мир. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. И полагаемся на Твою заботу, на Твой промысел. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, исполняющих святые Твои заповеди, Ты назвал избранными и святыми. О, как велика обязанность тех, к кому это относится. Помоги нам исполнить это чудо и название на деле. Аллилуйя! Слава Тебе, за тихую мирную ночь, что жизнь продлил и разум сохранил. Но, мужчина, сцени это. И сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря. Владимиру дай веру. Благослови Людмилу Владимира, любовь. Алексея, Иосифа, Владимира, Николая. Слава Тебе, Христе Боже наш! Пришли добрые жители, любящих и знающих Тебя, Твои святые уставы, ходящих в послушании. Сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину. Всех побуди на проповедь Евангелия, на распространение истины Твоей. Благослови Анастасию, Евгении, Юрию, Надежду, любовь. Александра, Александра, Сергея, Сергея. И все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Ты наш Бог и Его, к Тебе прибегаем. Делами Твоими наполнена вся земля. Научи нам всем видеть Твою красоту, Твою заботу о нас и за все благословлять. Наполни уста нашим благодарением и словословием. Посети, Господи, болящих. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы с тылением Кирилла, Сергея, Алексея, Антония, Надежду, Людмилу, Любовь, Маргариту, Татьяну, Наталью. Болящих, Господи, в больнице находящихся и благослови этого Антония, Ольгу. Ты знаешь, Господи, кто просил помянуть их в молитвах. Каждому укажи, как славить Тебя и в болезни. Возри на угрозы врагов. Закрой их лживые уста. И потоки лжи, изливаемые ими, да поглотит земля. Не коснется ушей и сердца верующих. И в судный день не помяни их безумия. Этой страшной зависти и отступления от Тебя. Желание что-то отомстить. Быть может, уже и Духа Святого похулили. Благослови благодетели наших. Воздай им добром всей жизни и в будущем. Елену, Елену Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарда. Мы просили Тебя, Господи, помочь нам издать трехтомник Нового Завета с толкованием Блаженного Пепелакта. И вот теперь мы рассылаем буквально по всему миру. И сколько благодарностей и славословий Тебе, слава Тебе. Мы готовимся издать четырехтомник. Проповедим в стихах. Помоги нам, Господи. У нас ничего нету для этого. И такие большие цены на все. Ты щедрый и любящий народ. И мы верим, что Ты поможешь. Хвала Тебя, наш Господь. Мы заранее благодарим Тебя, Иисусе Слычайший. Милости Твоей полна земля. Господи, посети путешествующих. Раису, Эльва, Виктора, Константина, Александра. И помоги сестре Елене, которая невиновна в том, что произошла авария. И кто виновен, чтобы не прятался от нее. Эту колесницу отремонтируй для дела Божия, которому она служила каждый день. Слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Будь милостив к нам, Владыка. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, когда Ты дал мне веру в Тебя, Христе Божий наш. И благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию. И указал на толкование святых отцов и каноны церкви. Аллилуйя. И в вечности воздай милостью Твою всем, кто трудился над моею душою и возрастаниями в Тебе. Марию Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица. Пресно Дева Мария. Матерь Христа Бога нашего. Спаси нас молитвами Твоими святыми. И покроем оформлюбие от зависти нечестивых. От преследования. Да помилует Господь нас. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Науму, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верили же пророкам. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем, добрый мой ангел. Сколько лет Ты хранил меня и защищал и от повреждений, и от зависти врагов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, добрый мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою, помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. Видеть и помогать нуждающимся, и каждому доброе жилье, и благослови Михаила и Елену, Романа и Екатерину. И жилище их устрой, чтобы находили они там утешение и дай добрую работу. И садело их жилище, как храмы, чтобы новые души там обратились и могли собираться, как первые христиане, ежедневно собирались по домам. Они не имели ни одного храма во всей вселенной. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Упокою Господи в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, всех христиан православных. И сотворим вечную память, вечный покой. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил. Господи, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, научи нас всему, что знали святые люди. Молитвы Твои о нас, о живности нашей Никола чудотворец, да примет Господь, через что Господь облегчает наше пребывание на этой юдоле печали земле. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Святые пророки, молите Бога о нас. Илья, Елисей, Рух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исайя и Иеремия, Варух, Изыки, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отрхи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак и Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковство, и дубы день прихода, то у нашего шествия не застанут с неготовыми. Но чтобы мы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святилихами истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, соделанных Духи Святому с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Хюрвимы и Серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стротилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон и сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку. Господи, благослови взятых из семей, отправленных на фронт, Никиту, Максима, Александра, И томящихся в узах, в тюрьмах, в лагерях, в психиатрических темницах, монаха Сергея, Владислава, Илью, Вара И неведомых нам страдальцев, пытаемых и убиваемых за слово Твое в мусульманских странах. Господи, пощади народ Твой, Господи, дай им силу, чтобы никто не отрекся от Тебя. Мы уповаем на милость Твою. Но, мужчины, цените доброе, мирное время. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Фрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысле еретиков, сектантов, разруши, разбей, мечтой преврати. Ибо ни один еретик в Царство Небесное не может войти, как говорит нам Священное Писание. Обрати их к истине. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомущенца, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, соломудрие и стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания и насилия, исправ непокоримость Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Господи, прими наши моления и воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих на Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Коснись их сердец святым Евангелием, чтобы они уверовали в Твою любовь, в Твою жертву. И за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала и слава, честь и поклонение, и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и наслышат рабы Твои голос Твой. Говори, Господи, Сын и Святой Дух. Утро всем. И мир всем. Христос воскрес. Напоминаем, что после утреннего моления у нас такой уже порядок. Считается новый завет, столкование блаженного феофилакта и комментариями. И вот это поприще проходят, и нас за собой зовут. Две наши любезные сестры. Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. И ни разу они не пропустили. И они на страже как бы дублируют друг друга. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием блаженного феофилакта. Дару, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание к евреям, 8 глава, 4 стиха. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Толкование. Еще подтверждает то, что хотя не на земле имеют скиню, но на небе, однако от этого нет препятствий к тому, чтобы быть священником. И заметь мудрость, на основании чего кто-нибудь особенно мог бы утверждать, что он не священник. Разумею, конечно, то, что он не имеет места на земле, где священствовал. На основании этого сам наиболее утверждает, что он священник. И говорит, что потому самому он священник, что он не имел места на земле. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ибо были иные на земле священники, и это обстоятельство казалось бы опровержением. Теперь же, имея местом небо и вознесши туда собственное тело, там он ходатайствует за нас пред отцом. Отсюда, так как он на небе, то поэтому он по преимуществу священник. Пятый стих. Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению к скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Толкование. Здесь показывает преимущество священства Христова, называя ветхозаветное священство образом и тенью, наше же небесным. Ибо когда ничего земного, напротив, духовное все, что в таинствах, где ангельские гимны, где ключи царствия небесного, отпущение грехов, и снова связывание, когда жительство наше на небесах, то каким образом может не быть небесным наше священство. Посему этому небесному священству служило прообразом и примером, то есть темным образчиком и как бы теневым очертанием. То, что в Ветхом Завете было открыто Моисею, так как то, что мы видим глазами, мы скорее постигаем, чем то, что узнаем через слух. То поэтому Бог показал Моисею все, не только устройство скини, но и то, что касается жертв и всего служения. Шестой стих. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Толкование. Это вытекает из той именно мысли, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ныне же говорит, не будучи на земле, но небо, имея местом священодействие, он получил лучшее служение. То есть служение его не таково, какое свойственно земным первосвященникам, но небесное, так как местом совершения его служит небо. Возвысив священство Христово по месту и по священнику, и по жертве, таким же открыто выставляет его и по Завету. И хотя прежде сказал, что ведь Завет был немощен и неполезен по причине младенчества слушателей, но он скоро прекратил об этом речь. Теперь он долго задерживается на рассуждении об этом и показывает, что Новый Завет лучше того, то есть Евангелие. Ходатай и дарователь его есть Христос, ибо сам он сделался за нас служителем Евангелия, приняв образ раба, как Моисей есть посредник закона. Предлагает то, что особенно ободряло верующих из иудеев, именно, что обетование нашего Завета – лучшее обетование, ибо не благо земные, и не благо в потомстве, и не многочадия, но Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Итак, не будьте малодушны, обетование Евангелия лучше, неразумно унывать тем, кто имеет лучшее. Комментарий Игнатия Тихоновича. Ни в одном месте Писания нет даже намека на то, что люди, пренебрегшие Библией, будут спасены, что часовые моления людей, отвергающих Священное Писание, будут приняты Богом, что жизнь тех, кто не выходил из храма, кто принял монашество, кто был священником, но не хотел слушать Слово Господне, что такая жизнь будет угодна Господу. Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Рассуждая от обратного, легко заключить, что Царство Небесное не обещано не соблюдающим Евангелие. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо твое от слушания закона, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Псалом 118.13. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Царство Небесное обещано только соблюдающим Евангелие. 7 стих 8 главы. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Толкование. Замечай порядок. Сказал, что завет Христов лучше Верхово. А откуда это видно? Из того говорит, что утвержден на лучших обетованиях. Ведь если обетование и воздаяние лучше, то совершенно ясно, что и завет лучше, и заповеди божественные. Откуда же видно, что обетование лучше? Из того говорит, что тот был отменен, а этот был введен вместо него. Ибо новый завет потому имеет превосходство, что он лучше и совершеннее. Если бы первый завет был без недостатка, то есть если бы он делал людей непорочными, то не был бы введен второй завет. Как мы обыкновенно говорим, дом не без недостатков. Именно того, чтобы сказать, вместо того, чтобы сказать, он приходит в упадок, ветшает. Так и о Ветхом завете сказал, что он не был без недостатка. Не как дурной, но как не имеющий силы сделать людей лучшими, как данным младенцам. Восьмой стих. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Толкование. Не сказал, укоряя его, то есть завет, но укоряя их, то есть иудеев, которые не могли совершенствовать, совершенствовав отца через заповеди закона. Здесь более ясно показывает, что Ветхий завет отменен. Ибо вводит Бога через Еремею, говорящего, что заключу новый завет. Еремея 31, с 31 по 34 стихи. То есть совершенно новый. Не так, как понимают евреи, что Ездра обновил Писание. Ибо Писание не стало новым, но осталось древним, хотя и было им восстановлено. Девятый стих. Не такой завет, который я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Толкование. Чтобы кто-нибудь не подумал, что отменяется тот завет, который был заключен с Авраамом, присоединил, в то время, когда взял их за руку. Ибо, говорит, я желаю отменить завет, о котором говорится в книге Исход. Завет, данный на горе Синаи, отцам вашим, слившим кельцам, тогда как именно завет с Авраамом во Христе получил исполнение. Ибо благословятся в семени Твоем все народы, бытие 22.18, то есть во Христе. Видишь ли, что начало зла от нас? Они, говорит, не прибыли, а потому я пренебрег их. Напротив, благо и благодеяние получают начало от Него. Как бы оправдываясь, приводит причину, по которой Он оставляет их. Именно за их непостоянство. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси Христос, Ольга Николаевна, сестра наша. По славу Божью! Ну и, конечно, я напоминаю, чтобы молились, чтобы мы вплотную подошли. Сейчас до гору идет с типографией в Горно-Алтайске. Чтобы ничего не помешало, не обманули нас. Потому что все это заочно. Только предоплата, сразу полмиллиона вкладывать надо. Вот так что. На милость Божию. Мы никак не думали издать Новый Завет. А уже все. И этому уже вплотную почти. Сколько людей помогало. У нас тут приходит один человек, он давно, но такой нигде не вылазит. Николай Сироткин. Просто запишите, Николай. Он очень много делает. Все мои ресурсы он сделал известными. Там проб идет, которая усатая, там Наталья берет. Их легко искать. Я с ним не встречался, но он собирается приехать. И познакомимся поближе. Теперь уже на четвертый том. Фотографию долго искали. Пришла тут сестра. Да еще она Елена попросила. У той фотоаппарат тоже никак. Но она это взяла и фотографировала. Побыла здесь и мне 157 фотографий сделала. Из них 17 только я выбрал на рассмотрение. И одна, где я подошел к своей «Газели», на которой проехали 120 тысяч километров по всему миру. Ехал Николай Крущина, Николай Павлович, и Виктор Николаевич Савченко. И эта «Газель» как раз в этот день приехала. Володя там с Кузьминем, Николаем Георгиевичем, тут за бочками, да все. И я подошел к ей, оперся в машину. Вот она сфотографировала. И все признали, это лучше. Именно она нас возила. Я ее зову Белая. Она высокая такая. Тонну берет. 7 человек. Я ее зову Белая Лебедушка. А другие говорят «Колымага». Она много бензина берет. Но она нигде не застревает. И вот она прошла с нами 120 тысяч километров. Побывала она на Тихом океане. Доехали. Владивосток. Находка. И Португалия. Лиссабон. И прошли Скандинавию. Сколько могли. И полностью Прибалтику. Латвия, Литва, Эстония. И дальше север она была. Турция, Греция. Все захватила. Нас пугали, что ее нигде не пропустят. От нее выхлопные газы. Нигде ни один человек к нам даже не подошел. А это прошли все государства Европы. Вот как Бог благословляет, когда на него надеется. Надеюсь, что он как на крыльях несет ангел тебя. Я делюсь с вами радостью, чтобы знали, сколько людей пришло, как пишет доктор богословия Павел Бочков. Тысячи людей, говорит, обратились, когда на меня нападают. Куда вы их денете? Куда привели? Ибо сектанты приезжали, и мусульмане принимали крещение. И верующие. И старобрядцев, баптистов, адвентистов, свидетелей, уговы. Это благодать Божия. То, что удалось сделать, это только Бог. Я сегодня вот выстоял вам всем посчитать. Мне тот вопрос сегодня один задал. Как вы так сохранили такую живость и в таком возрасте? Вот 10 июня уже рядом. Мне будет 84. А я застрял на 30-ти годах. Дальше не могу никак опуститься умом-то. Потому что 45 лет начальник детского лагеря сам создал с ребятишками. 18 лет только в одном университете вел занятия. А вел занятия в пяти школах. Я среди этого населения-то. Ну и со старыми. Так как все время, вот я утром делаю гимнастика. Довольно серьезно. Вот сколько у меня не было болезней. И сразу 4 болезни на меня наболились. И наточили. И лекарства только воспользоваться одним, который чири от простуды там были. Ну, свищи. А остальное не перекоснулся даже. Гимнастика. Елена Гладыщук изменила рацион. И послушались. Послушался. Я вот хлеба уже не ем несколько недель. Надо организму дать зелень. А так как зелень есть, за это покупали яблоки и капусту. Запретил. Теперь крапива, лопух, одуванчики. Вот. Перо лука растет здесь. Ремень. И я мелко разрезаю. А потом в кастрюле толкушкой толку. И в пищу. И живой. Исключил ужин. То есть организм на легке. И все как будто бы уже позади. И каждое утро мы уходим 3,5 километра. Львов Николаевны. Уходим. Бывший мэр города разбился. Баварин Владимир Николаевич. И там такая памятная доска. И как бы ему посвященная площадь. В честь его. Ну, называется Владимиром тоже. Он Владимир. А в честь Владимира с часовни установили. Мы молимся. Туда и обратно идем имя. И приходим под мост. Под мостом молимся. Вчера на мост залезли. Прошли. Все засняли. Только смотрите. Все это благодать Божия делает. Снимки, как баржу вчера толкал катер вперед. Как теплоходы, набитые пассажирами, которые туристы. Продают здесь. Там 400 рублей, что ли, билет. И вот мы это все видим и молимся. Там стоим. Вот представь, люди идут все. А мы стоим под мостом и двое молимся. Чтобы Бог сохранил этот мост, это чудо. Шести рядовое движение. Туда три полосы и обратно три. 942 метра длина его. 31, кажется, и 5 десятых метров ширина. Скорость больше 100 километров несутся. Нет ограничений. И бесплатно. Ну, все данные можно найти, если пожелаете, я скину. Вот как. И мы сходим туда. И уже ноги развились. Идем двое. Она маленько не успевает. Под руку. А под руку вот сюда руку кладет. Это можно. А как только подходим через дорогу, переходи. Только за руки. Почему? Иначе ноги запутаются друг от друга. Налево-направо смотрим. И быстрее вперед. Так я ухожу. Мне быстрее надо восход солнца охота снять. И сейчас рулетку. С Богом. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. С Богом. Храни Господь. Храни вас Господь всех. Отошел. Аллилуйя. По мощному. Продолжение следует...